В эфире телерадиокомпания Шебекина, в студии Виктор Копылов. Здравствуйте! Главные новости из жизни города и района в нашем выпуске. В Шебекино с размахом отпраздновали Масленицу. В Новой Товолжанке открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. День защитника Отечества отпраздновали в Центре культурного развития. А теперь об этих и других событиях подробнее. Шебекинцы весело попрощались зимой. Ходит с песней и задором Масленица по Руси. Так называлось традиционное масленичное гуляние, организованное 17 февраля в городском парке культуры и отдыха. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Масленица по народным поверьям – самый веселый и очень шумный народный праздник. В Масленицу первым делом долг каждого человека – помочь прогнать зиму и разбудить природу. Наши предки считали, что тот, кто веселится и поет на Масленицу, легко и радостно проживет весь год. А Масленицу нынче отпраздновали на славу. С самого утра, задавая хорошее настроение и заряд бодрости, в городском парке звучали задорные народные песни. На главной аллее городского парка разместилась масленичная ярмарка. Здесь шебекинские умельцы в широком ассортименте представили сувенирную продукцию. На хлебосольную Масленицу принято готовить сытное и обильное угощение. Главным блюдом, как и раньше, являются круглые да румяные блины. Такими блинами в старину умасливали солнце, чтобы грело теплее. Отведать брюнков, шашлычка, каши с мясом, душистого чаю с ароматной выпечкой и всякой другой снеди радушно приглашали гостевые столы. Творческая команда муниципального дворца культуры традиционно организовывает проведение масленицы в русском народном стиле с угощениями, песнями, плясками, играми, обрядами и затеями. Развлекательная программа началась с масленичного поезда. Задорные скоморохи зазывали народ на праздник, а театр танца «Искорки» приглашал присоединиться к масленичному хороводу. И взрослые дети могли себе найти забаву по душе. На детской площадке малышей ожидали веселые старты. Увлекательные игры и веселые затеи были подарком детворе от театра ростовых кукол «Фантазия» из Верхнеберезовского сельского дома культуры. Не обошлось, конечно же, и без традиционных масленичных забав. Бег в мешках, три ноги, русская метла, петушиный бой. Катание на настоящих добродушных лошадках особенно впечатляло ребятишек и радующихся за них взрослых. Но одно из самых долгожданных и впечатляющих событий на Масленицу – это покорение вершины масленичного столба. В награду за это организаторы праздника приготовили много завидных призов, среди которых были мобильные телефоны, электрочайник, мешки с сахаром, пшеном и рисом и другие полезные в хозяйстве вещи. На столб взбирались с особой ловкостью, очередной раз доказывая, что не перевелись еще богатыри на Руси. Праздник получился по-домашнему теплым и добрым. Увлекательные игры, конкурсы, зимние забавы в сопровождении выступлений творческих коллективов Дворца культуры подарили участникам гуляния массу положительных эмоций, сделав хмурый февральский день радостным и веселым. Наконец-то мы на пороге долгожданной весны. И хотя будут еще и метели и морозы, в воздухе уже разливается что-то неуловимо весеннее. Давайте будем верить, как и наши предки, что вместе с зимой, которую мы проводили, уйдут все тревоги, невзгоды, неприятности и болезни. А весна откроет для нас новую жизненную страницу, на которой нас будет ждать все только хорошее и счастливое. Как известно, масленичные гуляния длятся неделю. В заключительный, седьмой день, масленицу отпраздновали перед рестораном «Корона». Несмотря на хмурое небо и сильный мороз, жители окрестных районов пришли проводить зиму, посмотреть представления и принять участие в конкурсах. Сотрудниками ресторана «Корона» было организовано праздничное гуляние в честь последнего дня масленичной недели. На мероприятие пришло много людей и не зря, ведь для горожан устроили настоящий праздник. Ведущие и аниматоры по-хорошему дурачились и танцевали под народную музыку, загадывали детям загадки на праздничную тематику, создавали веселое настроение своими яркими костюмами и улыбками. Взрослые же выясняли, кто из них самый сильный, перетягивая канат. В итоге, как правило, побеждала дружба и без хорошего настроения не уходил ни один из участников. Кроме того, гости праздника могли приобрести на ярмарке различные товары, среди которых матрешки, деревянные ложки, игрушки, магниты, сувениры и обереги для дома. Сначала дети, а потом и взрослые водили хороводы и просто танцевали под музыку. Ну и, конечно же, никто не остался без призов или угощений. Традиционных блинов на празднике хватило для всех. Таким образом, праздничное настроение было создано у всех участников от мала до велика, чтобы остаться с ними до конца той самой зимы, которую они проводили. Сегодня самым ценным для человека ресурсом является время. Значительно его сэкономить помогает интернет, которым сейчас пользуется почти каждый. Не выходя из дома, можно оплатить штрафы, оформить загранпаспорт, записаться в детский сад, подать заявления в различные ведомства и многое-многое другое. Сделать все это быстро и удобно можно на одном сайте – портале государственных услуг. Более подробно об услугах и работе портала в нашем следующем репортаже. Для того, чтобы не томить себя очередями в различных государственных учреждениях, а оформить документы, не выходя из дома, достаточно один раз пройти регистрацию, которая займет 10-15 минут, после чего необходимо подтвердить личные данные. Самый, пожалуй, удобный способ сделать это в многофункциональном центре. Подтвердить свою учетную запись жители Шибекина, Шибекинского района могут, посетив многофункциональный центр города Шибекина, в любом окошке, обратившись к специалисту. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛ. После подтвердения своей учетной записи гражданин может заходить в свой личный кабинет и пользоваться госуслугами. Всего на портале сегодня можно получить более 70 различных госуслуг, которыми сегодня пользуются и шибекинцы. На сегодняшний день на портале зарегистрировано 23 592 человека, что составляет более 32% от всего населения Шибекинского района. Я пользуюсь порталом госуслуги уже более двух лет. Это очень удобно. При оформлении загранпаспорта это сэкономило мне кучу времени. И сервисы всегда под рукой сейчас. Интернет в каждом телефоне. И благодаря тому, что сервис очень легко грузится, легко заходить в личный кабинет, видеть обновления, я считаю, что это очень удобный сервис. И рекомендую пользоваться всем. Я оформлял машину на портале госуслуг. Это очень удобный сервис, потому что мне не нужно было стоять в очереди. Я записался дома онлайн в очередь, мне дали билетики, я подъехал ко времени. И плюс еще я оформил машину, и плюс еще 30% скидки. Вообще это хорошая задумка нашего государства. Онлайн-услуги. Потому что современная молодежь, люди моего возраста пользуются этими услугами. Мы все в интернете, мы все в IT-технологиях. В общем, это очень упрощает жизнь, и плюс еще скидка на деньги. С принятием поправок в федеральное законодательство в области избирательного права у граждан появилась возможность выбрать для голосования любой избирательный участок по месту нахождения. Чтобы реализовать эту возможность, на госуслугах внедрен сервис подачи онлайн-заявления о включении в список избирателей любого удобного участка. Для этого необходимо авторизоваться на едином портале госуслуг с помощью подтвержденной учетной записи, нажать на баннер на главной странице, заполнить интерактивную форму и отправить заявление. После этого в личном кабинете заявителя станет доступна распечатываемая часть заявления, в которой содержится информация о выбранном участке. Распечатываемую часть заявления можно взять с собой в день голосования в бумажном формате или же сохранить на мобильном устройстве. Если вы еще не прошли процесс регистрации на портале госуслуг, рекомендуем вам сделать это. Перед вами откроются широкие возможности электронного сервиса, государственных и муниципальных услуг. Приобрели автомобиль? Поздравляем! Но что теперь? Куда идти? Где получить номера? А если нужны права? Как оформить все документы? И как быть со штрафами? Разобраться во всем бывает трудно. Хорошо, что есть электронные госуслуги. Теперь многие автомобильные заботы вы легко сможете решить в любое время в удобном для вас месте. Закончили автошколу и хотите получить права? Или вам необходимо восстановить или заменить водительское удостоверение? Оставьте заявку на портале, и вам останется только приехать за готовым документом. Нужно зарегистрировать автомобиль или получить номера? Оформите заявку на госуслугах и приезжайте к назначенному времени. Без очередей и суеты. Кстати, не забудьте о неоплаченных штрафах ГИБДД. На портале проверка и оплата займет всего пару минут. ГОСУСЛУГИ. ПРОЩЕ ЧЕМ КАЖЕТСЯ 22 февраля в Новой Таложанке встречали почетных гостей. Поводом тому послужило открытие физкультурно-оздоровительного комплекса ТАЛГА в рамках программы «Газпром детям». За ходом событий следил Алексей Коновалов. Открытие ФОКО – безусловно значимое событие для каждого жителя села. Ведь теперь заниматься своим любимым видом спорта можно в самых благоприятных и современных условиях. Еще год назад на месте комплекса был пустырь. Теперь же здесь красуется здание площадью более полутора тысяч километров, готовое ежедневно принимать более ста человек. За последние пять лет Шебекинский район стал местом грандиозного строительства физкультурных объектов. И все это из-за того, что Белгородская область состоит в числе 33 субъектов страны, попавших в участие в программе «Газпром детям», благодаря которой в регионе построят 11 спортивных сооружений. На торжественной церемонии открытия физкультурно-оздоровительного комплекса присутствовало множество почетных гостей. С поздравлениями к собравшимся обратился губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко. Я рад быть вместе с вами по поводу такого хорошего, приятного события, открытия спортивного комплекса с поэтическим названием «Таволга». Здесь наверняка со временем появятся новые олимпийские чемпионы, или зимних, или летних видов спорта. Или же, но в любом случае, здесь будут воспитываться достойные защитники нашего Отечества. Также в этот день жителей и гостей Новой Таволжанки поздравили президент Федерации волейбола Белогория Тарас Юрьевич Хтей, генеральный директор «Газпром Межрегион Газ Белгород» Александр Валерьевич Камолин, глава администрации Шебекинского района Сергей Владимирович Степанов, директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Таволга» Александр Васильевич Соловьев. Право открыть спортивное сооружение предоставилось почетным гостям и юным спортсменам Шебекинского района. На базе ФОКа будут развиваться легкая атлетика, футбол, волейбол, бокс, айкидо, самбо, дзюдо, карате. Кроме большого игрового зала, в комплексе обустроили тренажерный зал, раздевалки, сауны, медкабинет и административный блок. А также важно отметить, что здесь созданы условия для занятия спортом людей с ограниченными возможностями здоровья. В день открытия комплекса был проведен волейбольный матч, посвященный Дню Защитника Отечества. Сборная Шебекинского района сыграла со сборной Черноморского флота. После участия в торжественном открытии ФОКа Таволга, губернатор вместе с доверенным лицом кандидатов президента Российской Федерации Владимира Путина, народным артистом России Виталием Стариковым, встретился с общественным активом Шебекинского района. Подробности вы узнаете из следующего репортажа. Социальная политика, здравоохранение, экономика, строительство, образование и не только. На встрече с губернатором обсуждалось множество вопросов. Особое место в докладе главы Шебекинского района заняли майские указы президента Владимира Путина, принятые в 2012 году. Районная администрация, выбрав их в качестве ориентира, в некоторых пунктах может даже послужить примером для других регионов. На территории Шебекинского района создано 300 высокотехнологичных рабочих мест, высокопроизводительных. Инвестиции в основной капитал у нас составили порядка 6 миллиардов рублей. Дорожная карта по повышению зарплат бюджетников у нас она выполнена. 37 многодетных семей получили бесплатно земельные участки для строительства своих домов. Дети, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили новое жилье. Ветераны Великой Отечественной войны получили 9 квартир. И у нас в районе отсутствует очередь в дошкольные учреждения, детские сады. В прошлом году в нашем районе было создано более 680 новых рабочих мест, причем средняя зарплата по крупным и средним предприятиям составляет порядка 27,5 тысяч рублей. В году наступившем, как отметил глава района, планируется создать еще 11 предприятий малых форм и 125 новых рабочих мест. Позитивные перемены в жизни Шебекинского района отметил и губернатор Евгений Савченко, заверив, что несмотря на некоторые возникающие трудности, все социальные обязательства и планы развития будут выполнены. Я вижу, что за последние годы нам все делают для того, чтобы экономика в области нашей не подвергалась никаким кризисным явлениям, развивалась последовательно и по нарастающей в том, что в Шебекинском районе. Нам экономика нужна для того, чтобы обеспечить людей работы, чтобы были хорошие доходы у людей и в принципе мы все делаем для того, чтобы обеспечить таким образом и социальные программы финансированные, и обеспечивать социальную устойчивость территории, создавать хорошее количество жизней. То, что мы наметили по Шебекинскому району вместе с вами, с органами власти местной, мы обязательно будем выполнять. Выполнять и даже перевыполнять. В живом диалоге с губернатором местные активисты обсудили также важность предстоящего общественно-политического события – выборов президента Российской Федерации. 18 марта в 11 часов в холле первого этажа здания прогимназии номер 8 состоится праздничный концерт «Мы граждане России», посвященный выборам президента Российской Федерации. К концерту учащиеся прогимназии ответственно готовились несколько месяцев, разучивали стихотворения и песни. Самые лучшие творческие выступления были собраны в программу концерта по темам блоков «Россия, Россия, нет слова красивей», «Казаки, отечество сыны», «О школе, дружбе, товарищах и учителях». В первый блок включены концертные номера, прославляющие родину Россию и малую родину город Шебекина. Во втором блоке казачьи классы прогимназии расскажут о значении казачества в истории России, споют народные казачьи песни. Третий блок концерта посвящен счастливому детству юных жителей родной страны. Учащиеся прогимназии этим праздничным концертом хотят внести свой посильный вклад в большое общее дело быть со всей страной в день выбора ее народом своего лидера. 18 марта 2018 года. День главного выбора страны. 18 марта. День, который решает судьбу России. День, который определяет наше будущее. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. Каждый гражданин страны, достигший 18-летнего возраста, имеет право голосовать на выборах президента России. 18 марта. День, когда важен каждый голос. День защитника Отечества. Праздник настоящих мужчин. 23 февраля мы не только вспоминаем героические подвиги предков, но и отдаем дань мужеству и благородству представителей сильного пола. Торжественный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, состоялся 22 февраля в Центре культурного развития города Шебекино. Это событие посетили и наши корреспонденты. Претерпевший с течением времени множество изменений, этот праздник сохранил свое первоначальное патриотическое настроение, ставшее основой единения граждан разных возрастов и социальных положений. В самом названии этого дня заложено благородное призвание и обязанность защищать Родину и свой народ. Многие поколения защитников Отечества в течение веков своими ратными подвигами и бескорыстной службой Родине сформировали героические традиции армии. Вооруженные силы России являются достойным преемником этих славных традиций. В торжественной обстановке состоялось награждение наших земляков медалями. За заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности медаль Георгия Константиновича Жукова вручили ефрейтору запаса Владимиру Слободянику. Наступивший 2018 год стал знаменательной вехой для нашей армии. Наша страна отмечает 100-летний юбилей вооруженных сил. Юбилейными медалями были награждены ветераны военной службы. В этот день все собравшиеся вспоминали тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, отстаивал интересы нашей Родины, принимая участие в локальных военных конфликтах. И, конечно, принимали поздравления от творческих коллективов Шебекинского района и города Шебекина. Уважаемые защитники Отечества, от всей души поздравляем вас с праздником. Желаем счастья, семейного тепла и благополучия. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным. В детском саду номер 3 «Теремок» создали мини-музей «Мой край Белогорья», в котором можно увидеть убранство настоящей русской избы и предметы быта русских крестьян. Вместе с детьми с увлечением смотрели на экспонаты наши коллеги. Ура! Вот так в торжественной обстановке под аплодисменты детей и взрослых в детском саду «Теремок» открылся краеведческий мини-музей. Несколько месяцев работники детского сада, дети и их родители трудились над его созданием, стараясь воссоздать быт и убранство русской избы. Теперь ребята каждый день смогут не понаслышке узнать о быте русских крестьян, рассматривая старинные игрушки, куклы, вещи, которые действительно когда-то служили людям. Мини-музей позволит педагогам детского сада развивать социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные и физические качества детей, приобщать их к нравственным и духовным ценностям русской культуры. Дошколята уже сейчас внимательно слушают рассказы, поют русские народные песни. Для вовлечения воспитанников и их родителей в совместную образовательную деятельность, педагоги выбрали технологию проектной деятельности, которая позволяет показать детям спектр возможностей по исследованию мира, применения имеющихся знаний, умений, навыков в различных практических ситуациях. Одним из таких проектов стало создание интерактивного образовательного пространства для изучения культуры Белогорья. Ведь очень важно давать детям начальные знания о наших истоках, нашей Родине, культуре и традициях. У вас теперь есть возможность окунуться в быт наших предков, изучить их обряды, поиграть их в народные игры, потрогать предметы старины и быть детьми прошлых времен. Я думаю, что сегодняшний мини-музей, который вы сделали вместе со своими воспитателями, поможет вам узнать историю родного края, историю родной земли и быть истинными патриотами нашей славной Белгородчины. В завершении праздника дети разыграли целое представление с песнями и танцами и по русской традиции съели настоящий каравай, как говорится, с пыла, с жару. Мало кто задумывался над известной фразой «Дети — это наше будущее». Вспоминаем ли мы о ней, когда общаемся с детьми, воспитываем их? Осознание приходит гораздо позднее, когда ребёнок остался один, всеми брошен, обижен, лишённый детской наивности и семейного тепла. Озлобленный на весь мир, в семье и без семьи одновременно, поглощённый пороками взрослых. Ведь именно от нас, взрослых, зависит, кем будут наши дети, как изменится наш мир, какие краски привнесём в их жизнь. Нужно только стать отцом, матерью, другом ребёнку, помочь ему найти цель в жизни, развить таланты и способности, научить быть добрее, не оставлять одного на перепутье. Но прежде чем начать воспитывать детей, воспитайте себя. Мы — пример для каждого из них. И только тогда наше будущее будет чище, спокойнее и жизнерадостнее. Оберегайте детей. Они — это мы. Они — это будущее. И, как сказал Виктор Гюго, дети сразу осваиваются со счастьем, ибо они по природе своей — счастье. 3 марта в 15 часов муниципальный дворец культуры приглашает горожан на незабываемую встречу с хореографическим искусством. Главными участниками большого яркого концерта «Мы к вам с весной» безусловно будут юные дарования театра танца «Искорки». Недавно «Искорки» отпраздновали своё 20-летие. Они любимы зрителями, их часто приглашают с выступлениями на разные площадки города. Творческая самобытность коллектива отмечена наградами международных, всероссийских и региональных фестивалей. Вы сможете насладиться новыми и лучшими хореографическими композициями Надежды Зайцевой, Олеси Жуковой и Веры Толиченко. Билеты уже в продаже. Вся информация по телефону 54-203 и 54-204. На этом наш выпуск завершён. Над его созданием работали Лилия Гоголева, Иван Сомкин, Зоя Войтова, Алексей Коновалов, Анна Тарасова и Виктор Копылов. Следите за новостями и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова